Всем привет! Это обзор на видеокарту GeForce RTX 2080. Конкретно эта видеокарта не от Nvidia, а от ее партнера EVGA, поэтому у этой карты система охлаждения немного отличная от референсной, которая кстати тоже претерпела изменения в лучшую сторону и теперь это не турбина с небольшим бруском алюминия, а полноценный радиатор с двумя вентиляторами. Но все равно размеры системы охлаждения оставляют желать лучшего, если сравнивать к примеру с массивной системой охлаждения той же видеокарты Aorus 1080 Ti. А вот печатная плата и элементная база у этой видеокарты полная копия референса, как и у многих других видеокарт RTX 2080. Сердцем видеокарты является новый GPU под код веб названием TU104. Если сравнивать его с предыдущими чипами по размеру и количеству транзисторов в нем, то вырисовывается достаточно печальная картина. Новым 12-метровым техпроцессом и не пахнет, так как соотношение транзисторов к увеличению чипа примерно одинаковое. Это просто немного улучшенный 16-нанометровый техпроцесс. Кстати, увеличение размера чипа это первая причина удорожания видеокарт. Ну помимо того, что Nvidia сожралась, так как исходя из той информации, что я знаю, увеличение площади кристалла в 2 раза увеличивает процент от браковки в 10 раз. Далее давайте поговорим о том, что нового принес нам этот чип. Кроме более оптимизированных CUDA ядер, увеличение кэшем в 2 раза и прочих моментов, нас в первую очередь интересуют новые 8 тезерных ядер и одно RT ядро для рейтрейсинга. Начнем с ну шумевшего рейтрейсинга. Это вид рендеринга, а если говорить по простому, визуализации, при которой картинка выглядит очень естественно за счет просчета освещения, отражения и правильной перспективы наблюдателя. Грубо говоря, формы объектов видимых на расстоянии. Но эта технология, в отличии от повсеместно используемой растеризации, очень требовательна к вычислительной мощности. И эта аппаратная реализация, что появилась в новых RTX картах, просто песчинка против той, что нужна для полноценной или хотя бы значимой части рендеринга с помощью трассировки лучей. Именно в таком мнении сходится множество экспертов в этой теме, так что те красивые сцены, что демонстрировал нам Nvidia на презентации, пока что в единственной игре, в которой есть рейтрейсинг, это не демонстрация возможностей современных RTX карт, а демонстрация возможностей API Directed Ray Tracing, которую сначала круто продвигает Microsoft и которая должна была появиться для видеокарт в октябрьском обновлении Windows версии 18.09. Но Microsoft запорола это обновление, так как у многих людей после обновления появились серьезные проблемы, и Microsoft пришлось откатить это обновление на неопределенный период. Возможно именно по этой причине в реальном бенчмарке игры Shadow of the Tomb Raider просто нереально увидеть тот самый рейтрейсинг. Но на самом деле не все так плохо, как вам сейчас показалось. Да, геймеры не увидят или никакой или почти никакой разницы в картинке конкретно в этом двадцатом поколении GeForce. Но вот те люди, которые занимаются серьезной графикой и используют рейтрейсинг, получат аппаратную поддержку, что в разы лучше программной, так как это увеличит скорость рендеринга. Теперь поговорим про тензорные ядра. Эта технология была реализована впервые в архитектуре Вольта для применения в нейронных сетях, где нужно просчитывать быстро множество значений для определенных различных вариантов решений задач и прочего. Конкретно в видеокартах эти вычисления нафиг не нужны. Но Nvidia заявляет, что в будущем научат эти ядра работать в играх посредством сбора данных и отсылкой на сервер для последующего анализа и пересылки обратно уже готового профиля изображения в новом виде сглаживания DLSS. Как по мне звучит бредовенько, но Nvidia на своей презентации показала насколько круто выглядит сглаживание DLSS против достаточно качественного TAA. Что странно, так и сейчас вроде как эта тема с отсылкой данных на сервер не работает. Как я понимаю Nvidia все-таки или научила эти тензорные ядра обрабатывать какую-то часть данных для этого сглаживания или опять применила уловку в своем видео. На данный момент есть только две возможности проверить прирост производительности с DLSS сглаживанием. Первый способ это специальный проект InfineRator Demo, для которого нужно скачать и установить лаунчер от Epic Games, потом скачать движок Unreal Engine и только потом саму демку. И вот незадача, если зайти в настройки сглаживания демки, то окажется, что никаким DLSS сглаживанием и не пахнет и аналогичная ситуация с игрой Final Fantasy 15, в настройках которой просто нет DLSS. Оказывается нужно связаться с Nvidia и выпросить специальные файлы для демки и игры, чтобы активировать DLSS. Вообще мало кто из зарубежных и русскоязычных блогеров имеет доступ к этим файлам, но мне повезло, один очень хороший человек подогнал мне нужные файлики для игры Final Fantasy 15 и я смог протестировать DLSS. Как вы видите сейчас на экране, качество картинки у них очень похожее и я бы даже сказал идентичное, хотя многие говорят, что картинка с TAA сглаживанием более качественная. Мне же показалось наоборот, особенно по бликам на машине, которые немного вырви глаз в ТАА, а в DLSS очень даже естественные. Но также заметно, что картинка с ТАА идет рывками и тому виной более слабый фпс. Исходя из этого можно сделать вывод, что DLSS это действительно прорыв в увеличении производительности, особенно если говорить про DLSS 2X. И это первая серьезная причина, по которой стоит переходить на новые RTX карты. Но как в действительности будет реализована технология в новых и уже существующих играх мы узнаем еще не скоро. Кстати я пытался запустить DLSS на картах 1080 и 1080i, но не получилось, не фартануло. И только Nvidia знает, ограничение это аппаратное или программное. Но я не удивлюсь, если ограничение программное и повторится скандал как с чипсетами у Intel, когда люди накупали дорогих материнок на чипсете Z270. А им сказали, что под новый процессор восьмого поколения нужны новые мамки с чипсетом Z370, хотя сокет тот же. Ладно, идем дальше. У новых карт также и новая память, теперь это GDDR6, которая работает на более высоких частотах чем GDDR5X. Помимо новой памяти Nvidia достаточно сильно переработала систему питания. Я бы даже сказал это новый уровень, хотя нескушенные в этом деле наверное вряд ли видит разницу. Но я буквально в паре тезисов обрисую изменения для хоть какого-то понимания ситуации. Первое, это совершенно новый контроллер UP9512P. По характеристикам схож с действительно крутым контроллером IR3595A, которые устанавливались в оверклокерские карты 1080Ti, но с поддержкой достаточно старой, но классной технологии SMBUS, которая позволяет точно отслеживать различные параметры, к примеру такие как температура, напряжение, частота и тонко подстраивать ее в моменты повышения нагрузки. Именно на основании нее Nvidia сделала свой сканер GPU, который призван облегчить оверклокинг для обычных пользователей. Но пока этот сканер толком не работает, так как у всех производителей в программном обеспечении есть с ним проблемы. Также новинкой является и то, что в помощь управлением контроллеру, теперь не применяются обычные внешние драйверы, как в этом поколении GeForce, а распаяны специальные двухканальные контроллеры UP7561Q со встроенными драйверами, которые эффективно управляют фазами питания и тонко подстраиваются во время появления нагрузки. Но эти новые контроллеры потребовали установки дополнительных мосфетов для собственного питания. Что касается самих мосфетов GPU и памяти, то они тоже хороши, если честно с избыточным запасом по питанию, которого будет много даже для оверклокеров. Если перефразировать вышесказанное мною на простые слова, то смысл будет следующим. Оригинальная десятифазная плата от Nvidia настолько хороша, что многие бренды для своих массовых версий видеокарт даже не стали выдумывать ничего нового, и просто по образу и подобию клепают полную копию, только устанавливают на них свои фирменные системы охлаждения, как в данном случае сделала EVGA. Кстати о системе охлаждения. Как я уже сказал, она маленькая и в первую очередь это из за того, что размер оригинальной платы от Nvidia маленький, против фирменных плат от партнеров. Но сама система охлаждения хоть и не без изъянов, но справляется с поставленными задачами. Правда большой разгон от такой системы ждать не стоит, но и то что я получил намного лучше чем стоковые значения. Я провел температурный тест, непосредственно установив 4 термопары рядом с памятью и VRM, дабы понимать реальную ситуацию. Как вы видите температура памяти возле зоны VRM была больше чем у самой VRM. Это еще раз доказывает, что охлаждение памяти пластинами просто убожество. Но у EVGA это еще хороший вариант, так как плата напрямую контактирует с радиатором в зоне ГПУ и через термопрокладку в зоне VRM. У других производителей все намного хуже в этом плане при использовании пластин. Они вообще не касаются радиатора. И я покажу вам это в будущих видео на конкретных примерах. Разгон чипа конечно же немного усугубляет ситуацию повышением температуры, но не критично если говорить в целом. А в случае с разгоном памяти к этому появляется в среднем еще 2 градуса. Теперь давайте перейдем к тестам. Сейчас вы видите мою тестовую конфигурацию. Само тестирование видеокарты проходило в корпусе, в котором на видеокарту поступал свежий воздух с боковой стенки. Так что мой результат будет несколько лучше чем может быть у вас с вашими любимыми корпусами витринами. Своё тестирование я всегда начинаю с стресс теста, чтобы выявить или исключить проблему с заводским разгоном, как это было у ASUS, Gigabyte Extreme, который сейчас Aorus, MSI и Zotac на старте продаж 10-го поколения GeForce. В итоге я получил на стоковых настройках 98% стабильности. Это средний результат, так как хорошим считается от 99,2%. Затем я активировал встроенный профиль для активного режима оборотов вентиляторов. И всем рекомендую это делать, так как чипы очень горячие и даже несмотря на свежий приток воздуха, в простое ГПУ горелось до 54-56 градусов. А в других случаях карта может и переходить отметку в 60 градусов, тогда постоянно вентиляторы будут работать в режиме старт-стоп, что не есть хорошо. После активации я нашел приемлемый разгон для этого профиля, хотя во время тестирования было видно, что такая система охлаждения не раскрывает весь потенциал чипа и памяти. Специально для этого тестирования я подобрал 10 скриптовых бенчмарков и тестов из игр для того, чтобы все видеокарты были протестированы по одному и тому же сценарию. И последнее уточнение. Во время сравнения результатов теста я понял, что даже самые свежие на момент тестирования драйвера видеокарты 416-34 все равно еще очень сырые и скорее всего не раскрывают весь потенциал новых карт. Особенно это было видно по бенчмарку игры Final Fantasy 15, в которой у меня происходили постоянные вылеты в готовых пресетах. Особенно с пресетом TAA, из-за чего только на тестирование этого бенчмарка у меня ушло полдня. Хотя с видеокартами 1080 и 1080i таких проблем не было и результаты этих карт были стабильны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пользуя датом тестирования и вышесказанного мною можно однозначно сказать только одно. RTX карты не оправдали ожидания. Их производительность аналогична тем картам что уже давно присутствуют на рынке, а профита от новых технологий на данный момент нет и еще не ясно когда они себя проявят в будущем. Ну а с другой стороны все равно запасы карт 1080i иссякнут и вы будете вынуждены покупать новые карты по новым ценам. А все потому что AMD смогла составить конкуренцию только Intel в процессорах, благодаря чему мы видим значительные подвижки на процессорном рынке. И в то же время она забила на видеокарты. Но я надеюсь что в 2020 году все изменится. На этом у меня все, до новых встреч.